Дом на улице Буслаева в Киевском районе Донецка И в прямом смысле из решителей комнату, где спала эта женщина Она рассказывает об этом событии пугающе обыденным тоном Мы уже привыкли и знаем, когда летит к нам, когда от нас 26 января правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях Урядом Украины принято решение о заприваживании режима подвищенной готовности на всей территории державы Но для этих людей чрезвычайная ситуация – состояние постоянное И как это не страшно звучит, уже привычное Мы уже привыкли, привыкли До того привыкли, что могут ходить по городу, не обращая внимания на разрывы снарядов за углом Пережидая обстрел, устраивать перекур Приземляйся, батя, приземляйся за углом Они уже по звуку могут определить, откуда летит снаряд и разбираются в видах оружия не хуже любого военного эксперта То, что я слышал и то, что я видел, это минометный обстрел 82 мм, скорее всего Ну, что 20, ну, без взрыва, миллисекунд 10 Теракт на Бассе унес жизни 13 дончан, все они мирные жители Хоть это не самое большое количество жертв за все время противостояния Событие стало самым обсуждаемым по многим причинам Но самый главный вопрос, которым не задавался еще никто Почему этот теракт стал возможным? Еще полгода назад люди на оккупированных и приграничных с ними территориях нос боялись высунуть на улицу Боимся! Сегодня же звуки разрываемых снарядов не вызывают у них таких эмоций Все эти 13 человек, погибших в злополучном троллейбусе на Бассе, ехали по обыденным делам, кто на работу, кто на рынок По Путиловскому мосту, который подорвали террористы во время штурмов Донецкого аэропорта, до последнего ходил автобус Только чудом там не оказалось людей во время взрыва Он абсолютно спокойно ходил, как будто бы ничего не происходит Вы два шага сделаете, вот здесь уже будут киборги Два шага сюда, здесь будет ДНР Три шага туда, там у кого-то в ресторане свадьба будет А на этом фоне как бы ходит автобус и соединяет эти абсолютно несвязанные реальности между собой А вот еще один ужасающий случай, обстрел школы в Ровингах 23 января засняли сами ученики В школе проходил самый обычный урок Я не понимаю тех родителей, которые отпускают детей в школу, особенно на оккупированных территориях На территориях, которые подвергаются обстрелах под контрольной украинской власти, школы закрыты в том же счастье Что говорит о том, что человеческую жизнь Украина ценит гораздо выше, чем те люди, которые захватили сейчас Ровеньки Обстрел школы в Ровеньках произошел во время конфликта между боевиками ЛНР и так называемыми казаками Казицына Все знали, что в городе идет война между группировками, но обычного режима это не нарушило Когда они говорят о том, что выпускной в садике, например, был сорван из-за того, что бомбили То есть это выглядит очень странно, да? А ничего, что рядом с вами чеченцы там ходят, орудуют в наших кафе, в наших магазинах Крышуют бизнесменов, то есть это нормально получается И такие двойные стандарты, они повсеместно Но люди как будто бы оградились от реальности и продолжают жить, имитируя свою прошлую мирную жизнь Люди, зная, что в подвалах держат заложников, держат пленных Видят то, какое отношение нечеловеческое вообще к другим людям Мы наблюдаем эти кадры, да, из Донецка, эти парады так называемые А они продолжают ходить в школу, якобы там в какие-то больницы, еще куда-то и никак не реагировать на это Тот же вопрос встает, когда люди не хотят замечать очевидного, что их обстреливают сами же террористы Например, когда был совершен теракт на Бассе, во всем обвинили украинских военных Как нам сказали военные, диверсионно-разведывательная группа работала на автомобиле, который собирает мусор, ну мусоровоз, другими словами Сразу же боевики, местные жители, перехватив с собой бригаду российских журналистов, бросились разыскивать мифический мусоровоз Проверяются габаритные машины, это джипы, тем более грузовики В которых можно провести достаточно небольшие, негабаритные для тяжелой артиллерии минометы, 82 мм их калибр Предположительно, именно с таких и была обстрелена остановка как раз в районе Донецка, который называется Бассе О том, как мусоровоз с арт-установкой украинских военных мог попасть в полностью заблокированный боевиками город незамеченным И тем более неуловимо перемещаться по городу, расстреливая жилые дома, непонятно При том, что проблески прозрения все же проскальзывают Вот, например, комментарии на странице в соцсетях Господи, да под моим домом лично в гаражах стоит миномет и бомбит Донецк Неужели никто ничего не понимает? Большинство же стараются не замечать очевидного и жить в своей выдуманной реальности Страшное дело, но проснуться от бомбежки для них так же обыденно, как если бы их разбудил сосед с дрелью Кто-то скажет, цинично, но это правда Эти люди уже больше не боятся залпов Но это не значит, что война закончилась Абсолютное большинство, оно просто нейтрально Оно просто устало, оно хочет обычной работы, обычного тех будней, которые были раньше Они могут пытаться жить старой жизнью, не замечать градов у себя под домом, обстреливающих их соседей Но это не значит, что в их дома не попадет снаряд И может быть слишком поздно, ведь отрицание не освобождает от последствий Субтитры создавал DimaTorzok